Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой наконец-то можем продолжать играть в игры на прохождение, мы с тобой уже наверное соскучились, да, фух, пронесло, меня прям тут, а мы с тобой, короче говоря, похоже на мою комнату и на квартиру Лилии одновременно, да, наверное, похоже, сейчас мы с тобой обо всём поговорим, в общем, наконец-то мы с тобой смогли добраться до этой игры, я проходил во всякие сейчас маленькие игрушки, я знаю, что ты хотел, чтобы мы поиграли дальше в этот самый наш с тобой любимый этаж, Мы с тобой сейчас продолжим, не знаю, да пройдём ли мы его до конца или нет, сомневаюсь, потому что времени не супер много, а мне надо второй видос, так что, да, я сейчас стараюсь по два видоса выйти на расписание, напиши, кстати говоря, в комментах, типа, когда тебе, вот сколько тебе удобно смотреть видосы, ладно, давай не будем долго трындеть, прошлый видос мы ознавились на том, что мы вышли с тобой из лифта прямо в моей комнате, которая похожа на мою и на Лилии и комнату одновременно Здравствуй, дорогой дневник, сегодня очередной день наедине с собой, Нина ушла три дня назад, вчера я отвёз Жека к ветеринару Это моя всё же комната, да? Диагноз неутешительный, сходил к этому Фрейдгелю, он снова выписал мне целую кучу таблеток и строго наказал вести дневник, заплатил кучу денег этому доктору, чувствую себя полным идиотом Ну да, такие идиоты, Фрейдгель это доктор, в прошлой серии мы с тобой узнали с такой козлиной бородкой, такой, знаешь, у него ещё не хватает рожек на голове, такой чертяка вообще, такой чертяка чертила, шныха, короче говоря Так, ага, пробелом, хорошо, так, тихо, не будем сначала трогать, давай поедим из миски Я до сих пор не могу выбросить миску, не хочу избавляться от вещей оставшихся от Жека, как будто он всё ещё здесь Поводок, любимый мячик, пара фотографий, вот и всё, что осталось от моего лучшего друга Ну да, вот я его даже нарисовал здесь и повесил этот, ну блин, те, кто теряли собак, я думаю, понимают, насколько это противно, насколько это неприятно, насколько это грустно, когда такое происходит В последнее время целыми днями за компьютером, пытаясь отлечься от всего плохого вокруг, как и мы с тобой, наверное, да? Посмотрим, что тут у нас, какие-то старые статьи Хм, новая жертва коллекционера или семейная трагедия? Все члены семьи Рейдс были найдены в своей квартире мёртвыми Квартира 75 уже не в первый раз тронуется местом происшествия Десять лет назад в этой квартире произошло массовое убийство Если будете снимать эту квартиру, не забудьте попросить скидку Ну и что? Теперь призраки этих людей превратились в монстров и нападают на меня? Да в каждом доме можно найти такую историю для страшилок по вечерам А, на... Лифт А что? Тут не должно быть лифта Я сошёл с ума, но продолжу этот путь хотя бы ради любопытства Главное, чтобы с Никой всё было хорошо Эй, 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 там дверь Там дверь, стой с tried Придурок Ха... Ну, короче, Баклажанчик безумный А он сначала в одном месте, потом в другом Где? Где я? На каком этаже этого проклятого дома? Да я на седьмом живу, на седьмом И в доме ли я вообще? Главное, чтобы с Никой всё было хорошо Я не прощу себя, если с ней что-то случится Ну вот бы вернуть все назад Когда Ника была рядом и Джек все еще жив Как же мне вас не хватает Да В общем мы с тобой вошли в лифт Преступники преступления Продолжаем за детектива Сюжет продвигается очень активно Тут Алекса нет Нужно посмотреть на других этажах Блин сюжет полетел Так а что это в смысле А что она мертва У нее ноги нет Погоди в смысле мы только начали Это Нинка Это Нина Это девушка моя Твою ж мать Накаркал Нет дела Как знал что добром не кончится Нужно вызвать полицию 911 звоним Алло Здравствуйте я детектив Детектив Адам Траст Содержание 7987 Труп молодой женщины Адреса улица темная 91 Народ будет в течение 15 минут Ждите Здорово До приезда полиции у меня есть время смотреть место преступления Пока полицейские не задоптали все улики Нинка Одежда совпадает с описанием день пропажи Так подожди А кто ее убил Подожди 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 Но это не я Это явно не я Я не мог убить На полу следы волочения Убийство произошло не в лифте Преступник не мог поднять тело Или слишком торопился Почему нужно было так варварски его тащить Оставляя так следы Нил Браслет разорван На нем довольно специфические бусины с буквами Нил Остальные утеряны Если были Нил В этом доме нет жильца с именем Нил Может это какой-то псевдоним Для полной картины нужны еще бусины Руки в пятнах Местами возможно вывихели даже переломы Либо на ней издевались Либо очень небрежно тащили тело Тело еще теплое Убийство произошло совсем недавно Пропала Ника около 2 или недели назад Где она была все это время Так, но это значит явно не я Я ее видел раньше От тела чувствуется легкий запах корицы Корицы Ненавижу Ненавижу корицу Нет, на самом деле корица вкусная Поворот головы неестественный Похоже шея сломана Это и стало причиной шеи смерти Без экспертизы не объяснить До или после смерти случился перелом Черепно-мозговая травма На ране частички золотой краски И кусочки древесины Позволю себе предположить Что эту рану нанесли статуэткой Которую я нашел в мусоре на улице Почему Ага Почему от статуэтки так глупо избавились Здарова Подожди Я же тебя только что видел на верхнем этаже Подожди Я же видел Мы с тобой Когда за Леху играли За Алекса Нашего главного героя Мы с этой женщиной разговаривали На верхнем этаже Это как ты собака сейчас спустила сюда У тебя же Ты же на коляске Ты же на коляске А тут в лифте В лифте она каталась Она и убила Убийца Так Ника Не приближайтесь Вам не нужно этого видеть Ника Что с ней К сожалению Номер два Сюда уже едет полиция А пока я задам вам пару вопросов Позвольте представиться Детектив Адам Траст Очень приятно Адам Меня зовут Лилия Я живу в этом доме Пара этажей выше Насколько хорошо вы знали Нику Мы мало общались Просто как сосед Ага Ага Не каждый в день вижу трупы Вообще редко выхожу из квартиры Ну сами понимаете А что вы можете сказать об Алексе Раз вы знали Нику Наверняка и с ним пересекались Да Они жили вместе Последнее время часто ругались Вот буквально минут 10 назад Видел Алекс на моем этаже Он был очень взволнован Кричал Это он убил Нику Я уверен Это был он Да ты их убил Обманываешь меня Алекс уже никуда не денется Им займется полиция Вы кого-то еще подозреваете Я почти не знаю ничего О том что происходит За пределами моей квартиры Ну Сюда то вы как-то добрались Да Но я даже на магазины Сама дойти То есть Доехать не могу Снаружи для инвалидов Даже пандусы не поставили Вот поэтому Она уронила эту статуэтку Скинула статуэтку В мусорку Потому что не смогла Добраться дальше Потому что спуститься Не смогла Просто взяла И закинула туда Так Чего столпились Не Ника Что случилось Этот гад Алекс Не должен остаться безнаказанным Тише 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 Почему вы считаете Что это сделал именно он Ругались они с Ника частенько Кто еще мог такое позволить Больше некому Ника пропала уже больше недели назад А умерла она совсем недавно Где она была все это время Да откуда ж я знаю Где эта терра Ты ее держал Похоже не все так просто Адам Траст я полагаю Да это я Ну свое дело вы сделали Прошу больше не потуться под ногами Дальше это работа полиции И вы дамы Съебьте отсюда Вам не на что смотреть Я допрошу вас попозже Вау Вот это сюжет полетел Пойдемте Лилия Я помогу вам добраться до квартиры Спасибо Страшно жить в этом доме Да конечно страшно Особенно та Там на фоне Ворона сдохла Так а почему вы не уедете После аварии Я живу на пособии Теперь у меня нет денег На нормальную квартиру Работу я потеряла Ничего у меня больше нет Все из-за этой чертовой аварии В аварию Должна была попасть не я Позвольте узнать Что с вами произошло Она убила Нику Потому что наверное Ника должна была попасть в аварию Да В аварию должна была попасть не ты В аварию должна попасть Ника И поэтому ты ее убила Да паскуда Да раскрыл тебя Надо так и с ней Надо с ней так Ты Ты Знаешь Поднять ее вот так вот Над крышей Вот так с крыши спустить ее Ты убила ее Ты убила ее Она такая Отпустите меня Отпустите Я тебя отпущу. Я тебя отпущу, и ты упадёшь. Ты убила её. Вы там работали? Ничего особенного, детектив. Меня сбила машина вечером возле кофейника Фебрейк. Я бы не хотел сейчас об этом говорить. Слишком много сегодня произошло. Слёзенько. Конечно. У тебя работы было много. Убить Нику надо было. Мы на месте. Я позже зайду к вам. Нужно будет побеседовать поподробнее. Я не думаю, что смогу рассказать что-то ещё. Каждая мелочь может быть полезна. Хорошо, детектив. Аликсом теперь займётся полиция. Не буду я по всем этажам за ним бегать. Пусть полицейские спортом займутся. Заеду за ним в участок, поговорю с ним. А сейчас всё же стоит навестить Фрейнгеля. Но нельзя же вваливаться в клинику за мунтовому человеку просто так, без предупреждения. Позвонить Фрейнгелю, приехать без предупреждения. Я могу, короче говоря, позвонить ему и предупредить о своём приезде. Я могу, нет. Да ну, нет. Я ему сейчас предупрежу. А он там что-нибудь закроет, как-нибудь прикроет, скроет, заломает, уберёт. Я не знаю, почистит, уборщицу наймёт, вызовет, трупы уберёт. Не-не-не-не-не. Без предупреждения, конечно. Ты что, дурак? Я ж, в конце концов, детектив. Влетаю с ноги. Я сейчас это обыск. Быстро все легли, суки. Внезапность лучшее оружие для детектива. Сложнее что-то скрытись и не готов к допросу. Вот именно. Вот именно. Ты что, как не детектив? А я всё там плачу, мне нормально. Я веселюсь. Опять я куда-то приехал. Это мой этаж, нет? Я надеюсь, я наконец приехал куда-то в хорошее место. Куда я приехал? Что такое? Ну, похоже на мой этаж, кстати. Но тут каждый этаж похож на мой, потому что каждый этаж как мусорка. Ай! Ёб твою мать, опять глаза! Кстати, у меня тоже глаза уже, будто я лимон. Эй, если хочешь идти... Какой я голос доним? Если хочешь идти, иди со мной, если хочешь жить. Я хочу! Топ-топ-топ. Так, дверь захлапывает и побежали. Отлично. Эээ, спасибо за помощь. Ты кто? Как тебя зовут? Я не видел тебя тут раньше. Меня зовут Кейт. Я живу тут недавно. Просто не люблю показываться на глаза людям. Соседи не особенно доброжелательные. Ты сказала, что давно тут живёшь. Говорят, около года назад. Тут какой-то псих перерезал кучу соседей. Ты что-то знаешь об этом? Он был не больше псих, чем все мы. Просто этот дом... Ты не поверишь. Я поверю во всё, что угодно. Я уверена. Этот дом питается страданиями своих жильцов. Тут нет никого без умерших с родственников, тяжёлого детства или ещё какой беды. Бэтмен тоже отсюда, я уверена. Все страдают, а дом становится всё сильнее. Составляет страдать больше и больше. Вот год назад один из жильцов не справился, и... Он... Почему ты плачешь? Это был мой отец. Он не справился с домом. Он кричал, что дом следит за ним и никуда не уйти. Кричал, что все вокруг монстры, что он сам монстр. Даже Фрейдгель не помог. Отец убил пятерых соседей и исчез. Почему ты не уехал отсюда после того, что произошло? Я хочу разобраться в происходящем. И я всё ещё надеюсь найти отца. А куле ты радуешься? Он такой, ну, батя убил пятерых. Я хочу найти батю. Чего она радуется? Ты видишь этот ужас вокруг? Да, вижу. Поэтому стараюсь реже выходить из квартиры. Тут безопасно. Значит, я не сумасшедший. Значит, мы ломы сумасшедшие. Получается так. Опять мы видим Фрейдгеля, кстати говоря. Опять Фрейдгель, опять он ходил к Фрейдгелю, я ходил к Фрейдгелю. Все ходят к Фрейдгелю. Доктор Фрейдгель назначал мне эти же таблетки. Я тебе говорю, меня... Кейт, ты тоже пьёшь эти таблетки? Я ходил к психиатру, к Фрейдгелю, как и мой отец. Но толку от этого не было. Дом так просто не победить. Ага. То есть ты пьёшь таблетки, тебя херовят, тебя плющат. И после этого ты видишься... Ничего себе, у тебя булава, слышь. Кейт увлекается музыкой. Мы с ней так похожи. Кейт, вот это у тебя булава, конечно. Вот это да. Подожди, это что, тшныга, да? Кейт с отцом. Никогда бы не подумал, что так выглядит убийца пяти человек. Что же могло его так изменить? И этот его амулет, мы его с тобой находили. Неужели вся эта ерунда с домом правда? Со мной происходит то же самое? Его лицо покажется мне знакомым. Погоди-ка. Медальон! Не может быть! Кейт, как звали твоего отца? Алекс? А что? Меня тоже! Я твой отец! Кейт, я видел твоего отца. Что? Он жив? Не совсем. Он был жив, умер при мне. Это как? Рассказывай все, я хочу знать правду, какая бы она ни была. В одной из квартир я видел дневник, где он писал о том, как превращается в монстра. Он писал с последних сил, что любит тебя. Ты хочешь сказать, что все это время отец был совсем рядом? В этом доме? В соседней двери? Я могла ему помочь? А теперь где он? Успокойся, Кейт. Я не думал, что твоему отцу все еще можно помочь. Он превратился в монстра. Я нашел только его медальон. Я хочу отомстить этому дому и всему, что тот обитает. Уничтожим это место? Как герои крутого боевика? Можно попробовать. Нужно вывезти всех жильцов. А как? Мы взорвем дом? Как мы взорвем дом? В смысле? А, это мы с тобой осмотрели. Это медальон? Не может быть. Долго же Кейт все это собирала. Судя по всему, в этом доме постоянно что-то происходило. Случай с отцом Кейт не единственный, но самый громкий. Эээ, столько бессонных ночей. А, куча стаканчиков, типа. Ну, кашу у тебя тут на компьютере показываются. Постеры блогера под именем Робин Бобин. Вот и имя. Он тоже жил в этом доме. А, ребята, сегодня я поселился в самом ужасном доме нашего города. Маньяки, призы, такие все тут. Я буду делать посты каждый день, показывать вам, что тут происходит. Пока ничего ужасного, кроме грязи и долбанных соседей. Я не вижу. Я не верю во всю эту потустороннюю лободу, но всякий случай перестраховался. Мне будет помогать не сойти с ума самый крутой психотерапевт в нашем городе. Сам Фрейнгель. Опять. День 2. Всем привет. Сегодня я еле встал с кровати. Настроение ужасное. Эти стены будто давят на меня. Ночью я слышал голоса. Но это могут быть звуки, трюп или еще что. А еще я жутко боюсь заходить в лифт. Фрейнгель говорит, это все самоудушение. Что страх только в моей голове. Я больше не могу. Помогите. День 3. Дальше постов больше нет. Вообще нет. Что случилось с этим парнем? Ну умер походу. Или ушел. Или он убил людей. Там же еще один дом был. Еще одна дверь, в которой людей поубивали. Может быть это все же череда совпадений? Случаи слишком похожи, чтобы быть просто совпадением. Мой отец, я, этот блогер. Мы все видели и чувствовали одно и то же. Ты ведь тоже видишь этот ужас вокруг. Ты сам сказал? Возможно Ника тоже это видела. Слишком много просто совпадений. Нужно выбираться отсюда. Дом становится сильнее. Вот-вот и он погватит нас, как и моего отца. Как? В окно нельзя, за дверью монстры. Можно спрыгнуть. Симбис идея. Я смотрел в окно, там бесконечная многоэтажка. Я не буду прыгать в бездну. Не волнуйся. Я пробовала. Прыгнула от безысходности и оказалась на улице. Я так постоянно в магазин хожу. Намного быстрее получается. Ты прикалываешься? Не. Извлекая плюсы сложившейся ситуации. Но это же невозможно. Тебя еще что-то удивляет в этом доме. В этой реальности все возможно. Слушай, может ты просто хочешь от меня избавиться? Если не веришь мне, можешь вернуться в лифт. Пожалуй, придется тебе поверить. Так, а ты не хочешь прыгнуть вперед от меня? Так, тут делать больше нечего. Ребят, если вам предлагают прыгать в окно, не прыгайте. А я прыгну, потому что, ну как бы... Такая себе идея. Прям вообще такая себе идея. Ну я биту, по крайней мере, взял. Ну и все, пиздец. Вот тут как бы Алекс и закончился. Леха! Фрейнгель. То есть мы еще и не узнаем, пока клиника Фрейнгеля знаменита на весь город. Дизайн ужасен. Будь я пациентом, я передумал там учиться. Ну да, вообще выглядит такое. Выглядит, как будто он волшебник какой-то, знаешь. Больше шарлатан. Добрый вечер. Я частный детектив Адам Траст. Мне нужно поговорить с доктором Фрейнгелем. Мистер Траст, вы так внезапно? Подождите немного, я наберу доктору. Не нужно беспокоить его раньше времени. Мистер Траст, подождите. Черт. Доктор Фрейнгель, к вам идет детектив Адам Траст. Я не смогу его задержать. Ну что, попался? Хеба. У него, у него эти. Рога на этом. На стуле. Я не могу трогать вещи Фрейнгеля при нем. Любопытная иллюстрация. Так и располагают в беседе. Типа мозг в банке. Доктор довольно самолюбив. Расповесил такой огромный собственный портрет. Я не могу трощить виды вектора Фрейнгеля. Заслуги Фрейнгеля впечатляют. Дорого. Это доктор Фрейнгель. Да что ты, правда что ли? Доктор, вынужден вам сообщить, что Ника Горде смертва. Только что нашли тело. Ведется расследование. Какой ужас! Я помогу, чем смогу. Но помните про медицинскую тайну. Я не могу разглашать лишние разговоры с пациентами. Хорошо. Я гарантичусь общими вопросами. Блин, неплохо голос, чтобы профессора показали, потому что я не помню. Вы работали не только с Никой, но и с Алексом, верно? Да. У них были проблемы в отношениях. Потеря работы не лучшим образом сказалась на их отношениях. Алекс проявлял агрессию. Только по отношению ко мне. Он не верил в эффективность моей уникальной терапии. Но с Никой он всегда был сдержан и вежлив. Где вы были в течение последних трех часов? Сначала я был в клинике. Пару часов назад я уехал на обед. Вернулся незадолго до вашего приезда. Кто-то в кафе может это подтвердить? Если вы намекаете на алиби, то в этот раз я поехал на обед домой. Заодно забрал папки с документами. Ты убийца, что ли? Ну-ка. Ему надо вот так вот пощечину. Ты убийца. С кем еще из жильцов дома номер 9 вы работали? Я работаю с многими жильцами этого дома. С Кейт и Алексом Беннетт. Один на сеанс провел с уборщицей Зиной Рибблз. Новые услуги слишком дороги для нее, и мы больше не встречались. Робин, местный блогер, тоже заходил ко мне. Правда, мне показалось, он просто добывал информацию для своего блога. Пхе, блогера. Может еще кто-то был. Всех не запомнить. Как проходят ваши сеансы? Я провожу процедуру мозговой стимуляции на аппарате собственного производства. Происходит нейромодулирование мозговой активности, но вам все равно это ничего не говорит. Можете показать мне этот аппарат? К сожалению, вынужден вам отказать. Только если будет ордер на обыск, это секретные технологии. Спиздите. Вам не кажется странным, что ваши клиенты становятся участниками уголовных дел? Может ли терапия иметь к этому отношение? Детектив, ко мне люди приходят уже больными. Я не могу нести ответственность за их поступки. Я стараюсь им помочь, но это не всегда возможно. Люди имеют психологические проблемы и ходят ко мне на прием, чтобы это исправить. Майзианцы не могут нанести никакого вреда. Уверяю вас. Доктор, пациенту 29 нужна помощь. Срочно. Пройдемте в 15 кабинет. На дом, дорогой. Вынужден вас покинуть ненадолго. Прошу вас, подождите меня здесь. Я скоро вернусь, и мы продолжим нашу беседу. Либо он дурак. Оставляет меня одного в кабинете. Либо уверен, что еще... Скорее всего, второе. Нужно осмотреться максимально внимательно. Интуиция подсказывает мне, что Фрейнгель что-то скрывает. Хрена он, конечно, волшебник взял, успарился в воздухе. А это все так умеют, что ли? Ну-ка, давай в портфель сразу глянем. Портфель Фрейнгеля. Что тут у нас? Бумажник. Кроме денег, в нем семейное фото. Ага. Похоже, дочь у Фрейнгеля больна. Он наверняка мечтает помочь дочери. Фрейнгель гениальный врач. У него это может получиться. Тут еще ключ-карта. Ага. А нахера мне ключ-карта? М-м-м-м. М-м-м-м. А-а-а. Медаль заслуги в области исследования мозга. Фрейнгель гениальный психотерапевт. Но гениальность порой ограничен содержимостью. А-а-а. Окей. Примерный семьянин. Это может быть хорошим прикрытием. Терпеть не могу этот тест. Не вижу ничего. Я в этих картинках просто клякся. Записи о пациентах. Всем жильцам дома номер 9 прописаны довольно сильные антидепрессанты. Нейролептики, транквилизаторы. Естественно, побочным эффектом стали головные боли, которые нужно купировать пейнонуфримом. Зачем такой убойный коктейль? Неужели эти люди были настолько больны? Еще и некий пункт. Мой препарат. Тут есть некий. Посмотрим. Значение различных показателей реакции на свет, рефлексы. Вот. Заключение Фрейнгеля. За счет сочетания препаратов и сеансов на аппарате удалось добиться усиления активности мозга. Пациент отмечает улучшение памяти и способности к обучению. Снова начались жалобы на галлюцинации. Нужно либо выписать большую дозу, либо менять состав моего препарата. Продолжать в текущем режиме опасно. Опять все сначала. Я думаю, уже нашел нужное сочетание. Фрейнгель выдавал собственный препарат пациенту. Но почему только жильцам дома номер 9? Макеток других пациентов все по стандартным протоколам. Хлоя Фрейнгель. Показатели не из лучших. Она уже несколько дней, лет держится только на поддерживающей терапии. Но боюсь, так не может продолжаться вечно. Рядом рисунок. Похоже, все же ничего гениальное ему не чуждо. Так, ладно, давай-ка я выйду отсюда, подожди. У нас есть еще что-нибудь здесь? Может быть мы можем картину пощупать? Нет. Это что такое? Хорошо. Дверь открылась. Видимо, в спешке ее недостаточно сильно захлопнули. Ага. Вот почему не надо говорить никому никогда никого никуда. Зачем ты когда и куда едешь? Потому что могут все скрыть. Так, что тут у нас? Куча показателей, кнопочек и рычагов. Могу только предположить, что это все для записи значения активности мозга. Психотерапия не моя специальность. Записи Фрейнгеля о сеансах. Почему они разбросаны на полу? Гелициногенный эффект слабый. Активность мозга увеличилась незначительно. Заначок стандартно реагирует на свет. Пациентка задает много вопросов. Она что-то подозревает. Ника стала догадываться об экспериментах на себе? Звучит как мотив для убийства. Я любил Фрейнгеля нет. У меня появился еще один подозреваемый. Посмотрим анкету Алекса. Гелициногенный эффект не наблюдается. Активность мозга выросла многократно. Значок реагирует на свет быстрее обычного. Дополнительно. Показатели схожи со значениями Алекса Беннета. Алекс Беннет это батя. Но как при такой активности мозга могут отсутствовать галлюцинации? Нужно дополнительное обследование. Так, Фрейнгель занимался исследованием активности мозга у своих пациентов. Они знали, что их исследуют. Еще одна анкета. Алекс Беннет. Беннет. Знакомая фамилия. Да, отец Кэй. Мне так и не прислали информацию о нем из архивов. Посмотрим. Активность мозга усилилась в десятки раз. Но стабильность пациента оставляет желать лучшего. Мозг создает новую реальность. С которой сам не может справиться. Галлюцинации не только визуальные и слуховые, но и тактильные. Человек полностью перестраивает окружающий мир. Возможно, может поверить в собственную смерть. Очень интересно. Не могу прервать эксперимент. Только не сейчас. Когда я так близок к пиковой активности мозга. Похоже, отец Кэйт сошел с ума. Когда я получу информацию из секретных архивов. Видимо, уже после закрытия дела. Чертова бюрократия. Возможно, с Алексом происходит то же самое. Может, он создал себе новую реальность, которой Ник оказалась ему опасной. И он убил ее в бреду? Нужно больше улик. Она не единственный подходящий кандидант на роль убийцы. Да какой там убийца-то баба на коляске, я тебе говорю. Она из лифта прям выехала. Я возьму образец крови. Но боюсь, результат исследования будет не так скоро, как хотелось бы. А шо-шо-шо? На подушке кровь. А-а-а. Не Никай ли была последняя пациентка этого доктора? Раствор для капельницы. Различного рода психотропные, которые я вижу впервые. Могу взять? Пускай станет с ним висеть. Да в смысле? Ну ты бы взял на исследование тоже, нет? На раковине кровь. Тут явно не церемонились с пациентами. Но на Фрейнгеле нет ни одной жалобы. Эти бусины похожи на те, что я нашел у трупа Ники. Она была... Тут. Но как давно? В смысле? Нил Ай. Подожди, так это он сижу, убийца, или что? Так, ладно. Мы возле стола еще не все посмотрели. Хм. Хм. 14.08. Чистос, стоят. Время 14.08. Так, ну это у нас пароль по-любому будет. Так, мы тут все посмотрели. Да, 14.08. В первую очередь нужно всегда смотреть почту. Тык, 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 тык. Джессика, подготовь мне список жильцов. Домера номер 9. Про этот дом ходят различные слухи. После пары преступлений. Это пойдет во благо эксперимента. Нужно, чтобы все пациенты находились в одинаковой среде для чистоты исследований. Отправь туда курьера. Чтобы он разложился во всем в почтовые ящики нашей листовки. Возможно, это связано с моим делом. Нужно узнать поподробнее об этих экспериментах. А, это я говорю? Где я говорю, а где не я говорю? Так, ну и все получается. Мы с тобой посмотрели все. Джессика, все под контролем. Меняем у капельницы два раза в день. Адам, дорогой. Надеюсь, вы не скучали тут без меня. Нет, а дверь закрыта. Не-не-не, дверь, дверь открыл не я. Если что, дверь открывал не я. Все, давай, до свидания, я пошел. Прошу простить за столь долгое отсутствие. У вас еще остались ко мне вопросы? Когда Ника была последний раз на сеансе? Чуть больше недели назад. После этого сеанса она больше не заходила? Нет. А зачем? Она была записана ко мне на завтра, кстати. Как жаль девочку. Были ли недавно какие-то происшествия с пациентами? Ранения или нервные срывы? У нас бывают нештатные ситуации. Свидетелем одной из них вы стали сегодня. Но поверьте, мой друг, никакого вреда пациентам. Зианцы не причитают. Чего-то из ряда вон выходящего не было уже несколько лет. Больше вопросов у меня нет. У меня есть ваша визитка. Если что вспомню, обязательно позвоню. Я не могу обвинить Фреймеля. У меня мало данных. Все, что я нашел, любой адвокат раздавит за минуту. Вот если найти Аликса, взять у него анализ крови, я должен допросить Лилию, а потом сразу поеду в участок. Ну, это Лилия, это Лилия, паскуда, я тебе точно говорю. Опа! Ну, это явно все глюки, значит. Это явно все галлюцинации, потому что специально мозг все делает. А что я такое? Как там? Не ушибся? Я цел, вот только далеко не уйти. Проход заблокирован. Только уничтожив этот дом, мы сможем выбраться. Какой у нас план? Я спец по ужасникам, а не по боевикам. Предлагаю тут все сжечь. Тебе нужно найти бензин, да побольше, чтоб все сгорело к чертовой матери, до тла. А как же наши соседи? Я понимаю твой гнев, но не слишком ли? Включи сигнализацию, чтоб все соседи вышли на улицу и не пострадали. Пару дней назад были ложные срабатывания по ночам и ее отключили. Ты можешь включить ее через комнату управления. Все, запомнил. Отличный план, надежный, как швейцарские часы. Так. Ну, а Кейт не нравится решительная. По-моему, она сумасшедшая. Слушай, а может, ну и сигнализацию. Соседи не были особо добрыжевательны. Так почему ты должен их беспокоиться? Ты не можешь так поступить? Неужели ты не мечтал, чтобы эти чертовы соседи сдохли? Вечный ремонт, мусор в подъезде, пьяные драки и вопли. Ты не убийца. Да ладно, никто не узнает. В смысле, блять, никто не узнает? Ты че, дядя? Че это такое? Это голуби? Какие милашки? Палец откусит и не подавится. Курук, курук. Курук отсюда! На, тут откушу. Нормальные такие голуби. В баке есть бензин. Отлично. Он-то мне как раз и нужен. Мне нужна емкость для бензина и шванг для переливания. Так, ну давай, наверное, мы пока на этом с тобой закончим. Вот. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий. Очень интересно продвигается история. Мне прям очень нравится. Можешь еще перейти по этим видосам. Ты-ки-ки-ки-ки. Чтобы посмотреть. А пока на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи.